В Великой Отечественной войне построен заместитель начальника гарнизона подполковник Равчев. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 76-й годовщиной и победой в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Вольно! Вольно! Я ввожу приказ министра обороны Российской Федерации от 30 апреля 2021 года номер 255. Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры, дорогие ветераны, 9 мая в нашей стране отмечается всенародный праздник День Победы. Память о Великой Победе 1945 года навеки останется в истории человечества, ведь она досталась ценой невероятных усилий, мужества и беспримерной доблести советского народа и воинов Красной Армии. В этот день мы преклоняем головы перед подвигом наших отцов и дедов, разгромивших фашизм, сохранивших для нас мир и свободу. Отдаем дань уважения ветеранам, их стойкости и несгибаемой силе духа. Сегодня личный состав Вооруженных сил Российской Федерации, верный боевым традициям фронтовиков, достойно выполняет свой воинский долг, надежно стоит на страже безопасности нашей Родины. Уважаемые товарищи, поздравляю вас, ваши семьи, родных и близких с Великой Победой. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых свершений на благо Отечества. Министр обороны Шойго, поздравление в наш адрес поступило от командующего войсками округа. Уважаемые солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры, сердечно поздравляю вас с 76-летием нашей Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая поистине великий день в истории нашей страны, особо почитаемый и родной для сердца каждого из нас. Фронтовики и труженика тыла – это героические люди. Они искренне верили в победу, приближали ее с каждым днем и мечтали, чтобы на истерзанной войной земле воцарился долгожданный мир. Мы помним и всегда будем помнить всех, кто с честью прошел все испытания и лишения тех жестоких лет, приближая нашу страну к этому светлому Великому Дню. Многим из ушедших ветеранов мы, дети и внуки той жестокой войны, так и не успели вернуть свой долг. Но мы делаем и сделаем все возможное, чтобы ныне живущие победители ощутили всю полноту нашей заботы и благодарности. 9 мая 1945 года навсегда вошло в историю, как день величия и славы нашего народа, в суровых испытаниях с честью отстоявшего свободу и независимость Родины. Мы в неоплатном долгу перед ветеранами, фронтовиками и тружениками тыла, они на полях сражений, с оружием в руках или стоя у станков и выращивая хлеб, в тяжелейших условиях выковали нашу победу. Вечная слава поколению победителей! Вы наша гордость и наша честь! Доброго здоровья, счастья, благополучия желаю ветеранам, участникам войны и всем жителям нашей страны. Пусть всегда над Россией будет мирное небо, а в памяти народов нашей страны навечно сохраняются героические подвиги защитников Отечества, командующие войсками округа. Для поздравления слово предоставляется главе муниципального района Ботлирский район Гамзатову Руслану Супьяновичу. Уважаемые друзья, от имени жителей Ботлирского района, от себя лично позвольте мне сердечно поздравить вас с этим по-настоящему великим и прекрасным праздником 76-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне. Этот день для нас особый среди всех праздников, и ведь мы заплатили слишком большую цену за то, чтобы сегодня праздновать этот Великий День. Конечно, сегодня этот праздник не нужен тем странам и тем деятелям, предки которых в течение нескольких дней, за несколько дней, а то и несколько часов сдали свои земли наутку фашистам. Но мы, конечно, обязаны чтить память и хранить все лучшее, что передали нам наши ветераны, наши участники Великой Отечественной войны, продолжителями дел, которых вы с честью являетесь и сегодня все военнослужащие. Конечно, не перестаем мы гордиться и сегодня нашей обороноспособностью и нашей армией, которую представляете вы. И именно благодаря вам мы можем сегодня ходить с гордо поднятой головой в любой точке мира, за что вам огромное спасибо. Спасибо вам за это отношение к военной службе, за любовь к Отечеству и за готовность в любой день по первому призыву встать на его защиту. Желаю всем вам, вашим родным и близким, многие из которых находятся сегодня далеко от вас, бесконечного счастья, здоровья и мирного неба над головой. Пусть никогда в нашей жизни не будет войн, но если будет суждено встать в строй, мы уверены, что достойно отдадим отпор любому врагу. С праздником, друзья! Для поздравления слово предоставляется санитару медицинского пункта рядовому Кадрашеву Рашиду Явкновичу. В этом году наша страна отмечает 76-летие Великой Победы. Она досталась нам огромной ценой, ценой неисчислимых жертв, ценой жизни миллионов советских людей. Советский народ сражался за право жить на своей земле, говорить на родном языке. Он сражался за справедливость и за свободу. Солдаты Великой Отечественной войны дали будущее не только своей Родине, но и всему миру, избавив его от геноцида фашистов. Пусть в сердцах наших и в сердцах детей и внуков всегда останется искренняя гордость за героическое поколение, защитившее и возродившее страну, ставшее примером бескорыстного служения своему Отечеству. Вечная память тем, кого уже нет с нами, тем, кто не дожил до этого светлого праздника. Низкий поклон и слова благодарностями тем, кто прошел дорогами войны к этому дню. Сердечно поздравляю вас с праздником, желаю крепкого здоровья, мира и благополучия. Для поздравления слова предоставляется разведчику-санитару 3-й роты рядовому Тыщенко Геннадию Алексеевичу. В этот день хочется поздравить вас с праздником Великой Победы. В этот день вечный огонь горит у нас в сердце. Мы хотим выразить очень слава и благодарности нашему старшему поколению и ветеранам за то, что они своим усилием и ценой жизни предоставили нам мирное небо над головой и нашим будущим поколениям. Спасибо. С праздником. АПЛОДИСМЕНТЫ Товарищи солдаты, сержанты, прапорщики, офицеры. Многое сегодня вы услышите и увидите по телевизору. Великолепных моментов, трагических моментов. Красивейший парад Победы в Москве. Много слов от своих родных и близких. Я надеюсь, вы услышите свой адрес и также поздравите всех своих родных. Но самая главная наша задача, как просто граждан Российской Федерации, в связи с тем, что у нас ветеранов войны, детей войны, становится все меньше и меньше, не допустить, не отпустить забвение в ту трагическую страницу в истории нашей страны, в которой погибло 27 миллионов. Нам самим надо знать историю, не допустить, не дать возможность ни одному человеку, государству, политику перевернуть эти страницы, перевернуть всю суть Великой Отечественной войны. Как военнослужащим держать уровень боевой готовности настолько высоко, чтобы ни у кого даже мысли не возникало совершить какие-то действия в отношении нашей страны, и чтобы наш народ спал спокойно. В этот праздник хотелось бы отдать почести всем ветеранам, оставшимся в строю. Вспомнить всех, а у каждого в семье есть эта страница, родных и близких, кто не вернулся с войны, кто уже ушел из жизни. От всей души, от всего командования я поздравляю вас с этим великим праздником. Желаю здоровья, силы мужества, стойкости в защите нашей страны и мирного неба над головой. С праздником! В целях поощрения военнослужащих части, вознаменования празднования 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне за высокие показатели в боевой подготовке и высокую воинскую дисциплину, приказываю объявить благодарность подполковнику Алмаджану, майору Наврузалееву, майору Балунову, старшему сержанту Гармаш, старшему сержанту Горбуновой, Ефрейтору Мамаеву, рядовому Чернецову, старшему сержанту Пагасяну, рядовому Краснокутскому, рядовому Кульсейтову, младшему сержанту Гасанову, старшине Еритян, младшему сержанту Ибрагимову, младшему сержанту Магомедову Шамилю, младшему сержанту Саранову, сержанту Захарову, рядовому Бондаренко, старшине Гаджимурадову, старшему прапорщику Бельченко, гражданскому персоналу Рожковой, Андреевой, Линнику, Чумчаловой, Яковлевой, Чумчаловой, Мадине, Джабраиловой, Аганесян, Поддубной, Магомедову, Шахбанову, Будунову, Абдулаеву, наградить грамоты рядового Аубикирова, рядового Каримова, Рядового Лозинского, Служу России! Рядового Кича, Служу России! Рядового Соболь, Служу России! Рядового Ващенко! Младшего сержанта Наврузалиеву, Камиловичу! Служу России! Прапорщика Игнатьева! Служу России! Командир Востокого Часства 25908, полковник Оленев. Равняюсь! Смеряя торжественному маршу! Воротно! Управление гарнизонной направляющей направо! Ву! Равнение направо, дистанция, указанная ранее! Шагом! Марш! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА